Десна ТВ Награждение участников конкурса «Атомный пегасик». Пандемия коронавируса не смогла остановить творческую жизнь в Десногорске, которая теперь переместилась в онлайн-формат. 3 ноября «Атомград» Смоленщины принял участие в фестивале-конкурсе «Вокальная эстафета», который организовал концерн «Росэнергоатом». Мероприятие приурочено к 75-летию атомной промышленности России. Активная часть «Вокальная эстафета» началась 19 октября с города Удомля и продлится по 9 ноября. Фестиваль объединит творческих работников 9 атомных станций России, у которых будет возможность проявить себя в сольных выступлениях. Смоленскую АЭС и подрядной организации представили 8 сотрудников. Для всех участников такой формат проведения фестиваля в новинку. Нет зрителей, нет жюри, только камеры и родная сцена. Фестиваль проходит в заочной форме из-за действующей особой эпидемиологической обстановки. Как всегда, участие в конкурсах волнительно, но здорово, что все-таки этот конкурс до нас доехал, потому что мы очень переживали, что и он тоже отменится в этот нелегкий год. В нынешнее время пандемии хотя бы так надо как-то поддерживать вот этот культурный уровень музыкальный. Видеозаписи всех конкурсных номеров позже оценит компетентное жюри, в состав которого вошли признанные специалисты в области вокала. А победитель будет известен 21 ноября. Проект «Атомный пегасик», организованный фондом АТР-АЭС, при поддержке концерна «Росэнергоатом» уже не первый год дает возможность талантливым детям проявить свои литературные способности. Итоги конкурса этого года были подведены летом, а награждение участников из Десногорска прошло 3 ноября. В 2020 году нынешнее участие в конкурсе приняло 597 ребятишек. У нас было 4 номинации, при том в этом году была одна специальная номинация для учителей русского языка и литературы. Победителями стали 65 юных авторов, в том числе трое из Десногорска. Успехи юных горожан отмечены заместителем главы города подарочными экземплярами книг. «Мы вручаем их вам, руководителям наших образовательных учреждений. Вы передадите победителям, и часть них останется непосредственно нашей школы». Литературные работы победителей и отличившихся, а это более 90 произведений, войдут в книгу «Когда закончилась война». В конце выпуска о погоде. 6 ноября в Десногорске переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем плюс 10, ночью плюс 7. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин